Мы рады вас приветствовать на телеканале «Импакт». Мы с радостью сообщаем, что начинаем новую серию программ о служении, о жизни. Исканно верим, что через эти свидетельства прославится наш Господь. Я рад представить гостя нашего эфира. Это Петр Аполосович Назарчук. Приветствую вас. Приветствую, Геннадий. Спасибо большое. И, конечно же, я хочу представить краткую визитку. Петр Аполосович Назарчук, служитель церкви Вифании города Сакраменто, пастор, епископ. На протяжении 20 лет его семья были миссионерами в России. Жена от супруга зовут Вера, у их 5 деток. С 2001 года они проживают в Соединенных Штатах Америки. Петр Аполосович, вы как миссионер, вы как служитель, вы всегда подчеркивали важность телевизионного служения, евангелизации. И вы попросили даже в начале нашего эфира, а можно помолиться за сотрудников, за телеканал «Импакт». Как служитель, как пастор, имея отцовское сердце, вы просите об этом. Мы с удовольствием хотим сказать, что да, конечно, в начале нашего эфира вы можете взять время, чтобы помолиться. За это служение, которое, мы понимаем, оно важно, оно нужное. И как приятно, что наше время позволяет иметь такой эфир. Благодарю. Помолимся. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе, что Ты даруешь эту возможность. Я благодарен Тебе, Господь, что Ты явил милость надо мной. И Ты позволяешь говорить о любви Твоей, о милости, о спасении для многих людей. Слава Тебе! Я умоляю, лицо Твое святое, благослови сотрудников этой команды. Боже, ответственного Юрия Михайловича благослови. Геннадия, как ведущего сегодня, употреби для славы Твоей, чтобы имя Твое было возвеличено. Аминь. Аминь. Петр Павлович, спасибо огромное. Вы знаете, с первых минут я хочу Вас поблагодарить за то, что Вы имеете не только сердце пастора, еще сердце отца. В моей жизни был сложный этап такой, когда на протяжении какого-то времени, это было более двух лет назад, мне было очень тяжело, и вот Вы практически единственный служитель, который звонили мне, поддерживали, пригласили быть ведущим на служении для иммигрантов, поддерживали, задавали очень хорошие, правильные вопросы. Мы за Тебя молимся, как мы можем Тебя поддержать, у Тебя ребенок с особыми нуждами, как мы можем помочь. Для меня это очень важно, очень ценно, и я хочу сказать спасибо Вам за отцовское сердце. Я хочу, чтобы Вы рассказали мне о Вашей жизни, о Вашем служении. Первый вопрос, в какой семье Вы родились, где Вы родились? Спасибо, благодарю, Геннадий. Если бы я знал, что Ты будешь говорить об этом, что я сделал, я бы, наверное, не пришел на это. Не разрешили бы мне. Не разрешил бы. Приятно слышать. Я думаю, что это Бог в каждом человеке делает у сердца желание, возрождает в сердце желание быть полезным для кого-то. А этим самым, то есть для кого-то с людей, а этим самым для Господа. По-другому мы не можем понимать. Конечно, я родился в христианской семье. Мой дедушка воспитал свою семью, в которой было 12 детей. Слава Богу. Многие из них остались христианами, в том числе мой отец. И отец, естественно, воспитывал меня в христианском духе. Мой отец был очень деятельным. И на поле миссионерском нашел себе жену, Надежду. И вот Надежда и Аполлос, они воспитали такого сына. Я старше в семье был. Сколько деток в семье было? В нашей семье родилось 10, а осталось живых 8. А где вы родились? В каком городе? Ну, это был не город, а когда-то говорили ПГТ. Поселок городского типа. Поселок городского типа. Рафаловка. Новая Рафаловка, Ровенщина, Украина. Так там много верующих, очень много. Наверное, это я тоже имел благословение, Геннадий, среди такого окружения возрастать. Было много друзей, даже в школе, и когда мы ходили на собрание. В нашем поселке не было собрания, церкви не было. Сейчас есть и большая церковь, хорошая церковь, я могу гордиться. А тогда сколько вам приходилось идти до служения, до церкви? Это вот было удобно как раз выбирать. Или 9 километров, это полицы. Или 8 километров, это Желудск. Или там около 20 километров, это Долговоле. Но мы обычно там же ездили. А здесь тоже как бы. И самое ближайшее, где членом церкви был мой отец, такая небольшая церковь, остров, село Остров. И вот в этом острове над рекой Стыр была церковь. Небольшая, но очень гостеприимная. Спасибо. Как прошла ваша юность? Ведь в то время молодежь была совсем другой. Вы активные были, вы участвовали во всех церковных мероприятиях. Как вообще? Вот вы назвали же не просто так эти церкви, а вы же везде там были. Вы же с молодежью общались. Какая ваша юность была? И юность была весьма активна, тем более как в семье старшей за все отвечал. За все. Отца редко, когда застанешь дома, он все в поездках был. А мать работала на почте, тоже мало дома, и я был активным как у дома. А наш дом многие знали еще со времен дедушки. Мы жили на станции, недалеко от станции, где-то метров, наверное, 300-400. Поезд слышали часто. Да, и люди приходили, надо было принимать и обязательно покормить. Это наказ моих родителей. То есть человека не оставить так, чтобы он испытывал какой-то голод или неудобство. Я за это отвечал. Также среди молодежи в нашем поселке было два брата, немножко постарше. Он имел свое окружение. А мы уже, вот как раз, где-то человек около 10, мы активно двигались где-то на молодежные, на молитвенные. Мы бывало целые ночи проводили в молитвах. Я благодарен за свою юность, за свое детство. Благодарен Господу. Среди церкви, среди народа Божьего. Петр Павлович, следующий вопрос будет неприятным, но все-таки, чтобы нам больше прояснить. Когда вам было от 16 до 18, готовили молодежь парней к армии. И проходили лагеря до призывников, и это наровенщение было. С вами произошел там несчастный случай, который отразился на всю вашу жизнь. Что вы можете рассказать? Что можно, а что нельзя не говорить. Благодарен Господу и за это. Если бы, может быть, не тем я был, но эти моменты помогли утвердить дух мой и остаться верным Господом. Да, это были те моменты, мы воспитывались, как и, ты, наверное, частично помнишь, Геннадий в школе заставляли галстуки одевать, звездочки эти носить. Галстуки насильно завязывали. Мы их не носили, но они насильно были. Устраивали сильную травлю, если ты сопротивлялся, а мы сопротивлялись. Просто настраивали весь класс, настраивали школы, выставляли на линейках, прилюдно тебя унижали. Это то, что было в то время? Мало того, некоторых просто унижали, ставили двойки. Да, занижали оценки. Занижали и конкретно занижали. И конкретно говорили. Ты вот галстук не одел, хотя они не имели этого права никакого. И в таких моментах мой отец вступался там. На то был еще Кураедов, министр по делам религии, Тарасов, как его заместитель. И мой отец вот эти дневники брал, у детей забирал двойки, за что, там, поведенка или за галстук. И туда отвозил. Вот, отвозил, и аккуратно подходил и говорил, понимаете, когда попадал уже на прием, я понимал, что здесь ходят шпионы, ходят всякие, чтобы выведать, какие недостатки в нашей стране. Я прямо к вам. Я о том, чтобы навести порядок. Ведь это же неправильно. Да-да, конечно, неправильно. Ну, естественно, и он навлек на себя. Ну, были те моменты. И вот именно такие обстоятельства, и та же допризывная комиссия, она послужила, утвердила. Потому что на наших делах писалось штунда, на всяком деле. Штунда. До прозывника штунда сверху, штунда. А если ты согласился брать, это в нашем районе, в Владимирецком. Если ты согласился брать присягу, штунда минус. Значит, с ним работать не надо. А если ты отказался от присяги и от оружия, штунда плюс. И они продолжали. Надо с ним поработать. Да. Переубедить его. Ну, естественно. И я попал в такой переплет, когда забрали в этот военный лагерь, уже на призывную комиссию. Вот там переубеждали. Я летал как мячик. Я в футбол любил детство играть, но не думал, что я буду летать как мяч. С ноги на ногу. То есть эти ваши сверстники, они вас избивали, и вы получили то, что вас комиссовали? Иногда это не сверстники. Сверстники, наоборот, помогали, сожалели. А расскажите, кто это? Это офицеры, потому что это лагерь был. Это военные люди делали? Да, военные люди, естественно. Виноваты. Это лейтенант, это сержант. Их девять, семь всегда собиралось каждый вечер и произвели вот это воспитание в сторону. Отводили, забирали меня, вызывали туда. А один из моих друзей, он знал. Потом меня бросали, когда я уже без сознания был, бросали в сарайку такую дощатую. Не все доски там были. Я думаю, это мне повредило на мое здоровье с почками. И уже оттуда забирал без сознания. Домой забирал, да, или куда? Или просто в комнату? Да, там была комната, где нас такое общее, где все допросовники были. То есть там была переработка. Именно там всех по отдельности перевоспитывали. Петр Павлович, вас комиссовали после этого всего? Да, комиссовали. Что вам сказал вообще этот человек главный? Комиссар, который отдал военный билет. Уже видели, потому что мне много пришлось быть в больнице. Где-то три месяца я был в больнице. Но врачи сделали заключение, что у меня уже почки слабо. Совсем они практически не работали. Я незадолго пошел на гемодиализ, на эту систему. Но, тем не менее, в тот момент вызвал, пригласил в район. Я об этом даже не знал. Но вручил военный билет. И Геннадий, к удивлению, это первый человек, который благословил меня на служение. Первый человек. Поподробнее, пожалуйста. Да, он вручил мне военный билет и сказал, на, военный билет. Это должен дал распорядки, что к чему как, что должен. Ты комиссован. Да, все это сказал. И говорит, иди и учись на просветера. Неверующий человек вам такое произнес. Иди учись на просветера. Вы думаете, от 16 до 18 лет в этот период вам уже такое говорят. Хорошо. Но вы это услышали, что он сказал? Или вы даже не... Я услышал и... Вы начали думать. Просто с его слов я посмеялся. Я знал, что такое просветер. Я понимал служение просветера. Я все этим был проникнут. И я никогда не думал, что я буду просветер. Никогда. И в голову не приходило. Я себя всегда считал и был скромным. Да вы и остаетесь скромным. Петр Павлович, ваш дедушка. Я знаю из ваших свидетельств. Ваш дедушка, вас же... Когда вы остались, то есть не пошли в армию. По причине того, что... По физическому состоянию. Ваш дедушка вам провозглашал тоже правильные слова в жизни? Дедушка, когда я уже закончил школу здесь, в Рафаловке, в среднее образование, попытался еще несколько раз поступить в институт. Не получилось. Ну, вам не дали. Вам не дали. Ну, тогда нельзя было. Не принимали даже документов. Если ты не комсомолец, а характеристик было. И они возвращали это и в Ровенском, и в Киевском автодорожном. Они просто возвращали. Я пошел в училище. И когда закончил училище, одно на электрике, с отличием, естественно, это было. Одни пятерки, ничего. Хорошо. С отличием просто. Потом второе. И дедушка говорит, хватит тебе заниматься этим. Приезжай ко мне. Поехали ко мне в Киев. И он забрал меня в Киев. Но он же вам говорил, что вот ты в будущем будешь служителем. Когда мы с ним посещали церковь, ну, как посещали, практически, это и организация была дедушки и пастора Владимира Азероги. Он взял на себя ответственность, а дедушка взял другую ответственность для строительства молитвенного дома. Будем так говорить, как бы административную. И на дедушке было строительство, а на Азероге Владимира Ивановича была духовная ответственность. И когда мы занимались, мы помогали и в строительстве, и в организации духовности. Это только, как говорится, зарождалось церковь. Правда, она была по лесах раньше, я в то время не был. Но они уже собрались и приходили сюда, в здание. То в те моменты, наблюдая за мной, смотря, живя, потому что я долгое время прожил у дедушки, и он мне не один раз говорил, Петр, когда ты будешь просветером, поступай в данной ситуации так и так. Когда ты будешь просветером, поступай вот так и вот так. Слушайте, ну же, он видел вас, этого служителя Божьего. Поэтому, дорогие друзья, старшие наши люди, дедушки, бабушки, мамы, папы, слушайте, как важно, когда в этом ребенке вы замечаете его сердце служителя, а не сердце отчима, сердце отца, сердце матери. Это как важно, чтобы все-таки увидеть и поддержать, и сказать. Ваше служение в Киеве, в 23 года вас пригласили все-таки на это служение. Сразу получилось, если вы скромничали и дальше? Да, я скромничал и дальше, потому что это предложение было еще в 20 лет. Когда мы с молодежью, с карьерной ездили, посещали, мы посещали и Винницкую область, и какие-то помощи устраивали вдовам. Молодежь была очень активная на то время. И ездили в другие церкви, где мало было, поселом. И вот в тот момент мы с группой заехали, я не знал ни Вышинскую церковь, ни Процевскую церковь. Мы с молодежью заехали туда, и там обратили внимание. И они начали просить. Мне так жалко стало. У меня карьерный так много, а там никого нет. Там есть нужда в служении. А есть нужда, большая нужда, я вижу, что есть в служении. Я за служителя не думал. И они вот с 20 лет начали, там был пожилой просветер, и я говорю, Бетр, расставайся у нас, ты будешь служить. Я это брал. То есть это небольшая церковь под Киевом получается? Да, да, совершенно верно. Сопротивлялись какое-то время? Я не брал во внимание. А все-таки что повлияло или кто повлияло, что Вы согласились? А вот именно и эта церковь, особенно там был очень известный и богобоязненный человек, этот служитель, Федор Гаврилович Горбач, его фамилия, он унес там служение длительное время. Бог был весьма близко с ним. И он говорит, Петр, оставайтесь, оставайся и неси служение. Церковь уже просит, ты видишь, все расположены к тебе. Я говорю, да нет, я не способен, я молодой, я не могу. И убедительно. И потом, уже когда было, не исполнилось, где-то около 20, еще даже не, 23 год пошел, вот тогда он сказал, Петр, я скоро отойду. Он уже не слышал. Но у меня есть один друг, он с баптистом, тоже пожилой, но он еще, как он высказался, он еще чапает, то есть немножко ходит. Это такой смешной был, такой веселый пастор с юмором. И если он останется, все, что произойдет, это церковь, которые члены церкви крещены Духом Святым, и если что-то, какие-то недостатки произойдут, оно может оказаться на твоей жизни. И когда слышал отец мой, он сказал, Петр, ты не имеешь права отказаться. Сколько лет вы были пастором в этом поселке? – 12 лет я трудился там, но я отпросился, чтобы поехать в Россию. Я знал, что такое Россия. – Ваш брат служил же в России, да, в армии, в Липецке? – Да, в Липецке служил, Рувим Аполосович служил в армии, и там он встретился с служителями, которые тоже ему сказали, Рувим, поедешь, увидишь родителей, покажешься им и приезжай сюда. – Много работы, много миссионерской работы. Ты очень деятельный, приезжай. – Скажите, а кто с вами беседовал, что вы поехали в Россию на миссию? – Видишь, Геннадий, мы, когда возрастали еще малыми, мы видели, у нас проходили похороны, потому что это был один из видов еванализации в нашем поселке. – Ну да, раньше еванализировать нельзя было, но похорон, свадьба – это одно из средств. – Да, это вот такие средства, которые… – Да, да, да. – И мы понимали, что свидетельствовать людям надо. И мы наблюдали за моими родителями, за своими. Отец, мать, мать разносила газеты, она в каждом дворе останавливалась, те люди, которые неверующие, она рассказывала. Она не смотрела, что время уходит, но она свидетельствовала о Боге. И немало людей уверовала. – Слава Богу. – И нас это запало в наше сердце. Хотя наше детство было трудно. И моё, когда я ходил еще в школу, моего отца посадили. И нам было трудно, когда на наших глазах то, что мы кормили, был поросенок, был теленок, корова, от которой мы питались. Это то время было. Мы пережили большие недостатки, конечно, и в питании во всем. А здесь еще больше для нас утвердилась вера, что надо больше говорить о любви Божьей. И вот таких людей, которые выводят, забирают из сарая, от детей меньше будет. И поэтому у нас все утверждалось, чтобы больше свидетельствовать о любви Божьей. – А вы выбирали, куда вы в Россию поедете? Или вам просто предложили вот это место и все? – Вот именно когда Рувим приехал, рассказал и рассказал у церкви, здесь у Вышенька, что вот такая обстановка, такое желание. – Нужда есть в этом? – Нужда большая. Благословите. Мы благословили, он поехал, и он приезжал опять, привозил и привозил уже других людей, которые уверовали. Они рассказывали, как они уверовали. И наши члены церкви много раз плакали, сокрушались в сердце, когда слушали эти свидетельства. и был такой покойный Роман Иванович Билас. Он сказал, Петр, езжай, Рувим тебе, брат правильно говорит. Он начал приглашать. Езжай в Тамбов. Мы много раз ездили, видели эти нужды, видели, и церковь, с сожалением, но отпустили. На год. Знаете, как, уже 12 лет, вы пастры, к вам привыкли, вас знают, и тут еще куда-то надо ехать. Кстати, вы же перед этим, это в Киеве вы начали уже показывать фильмы «Иисус возить» или в России? Где вы начали? Нет, это в Киеве было. Это пришла свобода, в 87-й год. Вот ваша церковь в Киеве, да, получается, что вы же участвовали, развозили литературу, возили, показывали фильмы «Иисус». Это по многих областях же вы проездили, да? Не так много. Это был район, вот этот Бориспольский, Киевская область, и рядом, сами живала, Черкасская область. Немножко ниже, по карте Черкасская. Да, да. И мне попал этот фильм с аппаратом, фильм «Иисус». Я, как помню, сегодня кто мне его подарил. И это такая была радость, потому что министр МВД, а в то время СССР, издал указ о свободе проповеди тюремном служении, то есть, как бы, привлечения религиозных структур. И это для меня было шокирующим, что есть возможность. Я в первую очередь, Геннадий, поехал в свою тюрьму, где я на родине, с Киева, отсюда сразу номер один, это я поехал в Полицкую тюрьму. Почему Полицкая? Почему вы ее назвали своей тюрьмой? Она называлась Рафаловская. А, то есть, просто вы... А Полиц, она находилась в Полицах, территориально. Это территория села Полицы, где родился мой дедушка, и отец там мой родился. Но эта тюрьма была строго режима. И там немало христиан сидело. В мой период, когда я был еще маленьким, наверное, ты тоже помнишь, фейсер Николай, покойный, он под проволокой залазил и показал нам, как можно оставлять продукты питания и где. То есть... Разначенные точки. То есть в этом лагере было много верующих служителей. И, конечно же, они голодали, была нужда, умирали от голода. Но вот такие маленькие, как Николай Фердцы, пролазили где-то под проволокой, в условном месте оставляли еду. И вот таким чудом наши братья, многие остались живые, но... Подкреплялись. Умерших, может, и было, но я не знаю, но может, было. Потому что работа тяжелая, это камень долбить. Там был каменный карьер. И камень долбить было очень тяжело, и они не доедали. Пайку им специально не давали. Когда я попал туда с фильмом «Иисус», Вы захотели туда приехать? Да. Потому что так много служителей там. Из-за этого, да. Ага, да-да-да. И я поехал туда, и как увидел, но наша корова, наш теленок, он стоял в сухом месте. Да, это были какие-то моменты лаг, а там просто грязь и такое месиво. Я не знал, как так можно с людьми обращаться. Мне так оно стало, запало в сердце. Но я не зря съездил. В тот момент уверовал один молодой человек, и он потом остался как старшим. Там выросла группа, говорят, до 60 человек. Слава Богу. Я буквально вчера хотел уточнить, и звонил некоторым моим друзьям. И это было благословенное место, где... Не зря Вы туда пришли. 60 человек приняли Господа. Россия, насколько там действительно голод был больше духовный, чем в Украине? Вы увидели разницу? Ну, это большая разница. Во-первых, Украина, благословенный край, тем, что как-то больше посеялось Слово Божие, больше христиан. Больше уверовали людей? Больше людей уверовали. Село там имело, допустим, 300 членов церкви, 200, где-то 60%. Ну, Вы сейчас говорите за Ровенскую, Волынскую, Киевскую область. Эти области, действительно, наверное, 70% людей посещает церковь. Да, да, да. А другие, может быть, меньше. То есть, и когда Вы приехали в Россию, какая разница? Контраст какой? Ну, во-первых, я когда приехал в Россию, в Тамбул, я первый поехал, это 90-е годы, мы поехали с семьей, переехали в Тамбул. Мы раньше так заезжали, делали эволюционные служения, и мы понимали, что там нужда большая, и мы разъезжались даже территориально, там 120 километров от Тамбова. Нет возможности там, есть возможность там, где-то там приглашают, и таким путем эволюционировали. Это просто целый день рот не закрывался. Говорить о любви к Божьей. А люди слушали? Люди со вниманием, не то, что на Украине немножко как бы уже пренебрегали, где-то там. Ну, давайте так, они уже слышали в Украине. Да, они знали. А там это было впервые. И было самому захватывающе говорить об этой любви, о спасении. И люди принимали, каялись, порой просто на месте. Разные люди, разные обстоятельства. Но когда Божья сила, когда Дух Святой, и ты чувствуешь поддержку изнутри, благодать Божья приходила, и Бог действовал. Слава Богу. Петр Павлович, напомните, вы около 20 лет там были, 4 молитвенных дома открылось, и 21 точка, где люди собирались и проводили служение. Да, это Вологодская область. Мне пришлось 2 года побыть в Тамбове. И один из служителей, епископ, брат Бабий, церковь Оцеховье, Бабий Жора, они проезжали, миссионерствовали по Воркуте, ихняя группа. И он звонил несколько раз, Назарчуки, вас много, поедьте, кто-нибудь поедет, вы уже в России, ну поедьте вот в Вологду, там никого нет. Поедьте туда, подержите, там несколько старушек было, поддержите, поедьте, откройте, народ хороший. И на мою долю попало мне поехать туда. Когда я приехал, посмотрел, я уже туда вернулся с семьей. Скажите, вот Тамбовский хор, самый известный крестьянский хор, что это за хор? Ну, это надо отдать дань моему брату Рувиму. Это как везде, каждая группа, допустим, приехал в Вологду, номер один, ты подбирал людей для того, чтобы как-то петь. Это моменты иванизации. Ты обращал внимание, я специально ходил в музыкальный институт для того, чтобы оттуда людей взять. Способных людей привлечь. Способных, да. Я им, в первую очередь, старался благовествовать им. И люди приходили, очень способные музыканты, и с них создавался хор. То же самое, и Рувим этим путем же пошел. И Бог так дал хороших людей, способных, и таким путем известные люди этого искусства оказались в христианском хоре. Петр Павлович, более двух лет вы были замом епископа России. Расскажите об этом времени. Какое служение вас ожидало? Служение по Вологодской области имело свои сложности, но территория Вологодской области приблизительно приравнивается к территории Украины. Бывало, сутки надо было ехать с одного конца в другой. Вот, допустим, есть такой районный город Витягра, это 470 км от Вологды. Плюс бездорожье. Но, тем не менее, Бог находил там своих, и приходилось ездить крестить, когда церковь уже обосновалась, и другие духовные требуют совершать. Да, Бог употреблял. И когда трудился там, когда церковь возрастала, мы создавали группы, которые специально ездили, Евангелия. Евангелия. И вот там мы видели большие нужды, когда люди сами свидетельствовали, допустим, один из братьев когда он был неверующим, уверовала его подруга, они вместе учились, Татьяна, и зашла однажды в комнату для того, чтобы посетить его, чтобы она его долго не видела. И она так настороженно, комната закрыта, она такая боевая, открыла, она ногой ее открыла, вышибла эту дверь и зашла, а он уже в петле. И она что ты делаешь? А говорит, а что мне делать? Остается Таня. Она вышибла эти стулья с под него, сняли его, вышиблась и это все. И он пришел к Господу, она за свидетельствовала и пришел покаялся. Конечно, приятно видеть, что и слышать о том, что людей Вы по евангелизации больше отвечали, как зам епископа? Или все-таки Вологодская область? Вологодская область дала мне толчок, они приехали, Владимир Масеевич и Мурза, да? Да, Мурза, и несколько человек с правления приехали уже в Вологду. Просто видели результат вашей работы, да? И они приехали с этим предложением, чтобы работать. Петр Павлович, спешу, у меня много еще вопросов. Два события, которые я хочу, чтобы мы немножко остановились, может по одной-по две минутки, это первое, что вы встретили корейских миссионеров и практически вы их там спасли от голода, потому что в Корее была очень большая нужда финансы и так дальше, и вы контейнер продуктов, что сейчас, что и тогда, вы кормили людей, вы передали продукты и очень подружились через это все с миссионерами. Если можете, вспомните кратко. если кратко, то мы сами тоже нуждались, имели большую нужду. Приезжал отец, ну, строительство молитвенного дома, приглашали людей, и сами были задействованы, те люди, которые веровали, тоже были задействованы в строительстве, в ремонтах, вернее, мы приобретали здания за копейки. Бог тоже чудесным образом выходил на встречу, и это было в Череповце, сложности, мороз, и мы приехали для того, чтобы помочь нам сделать, обить уже внутреннюю отделку. И вот этот Евгений говорит, Петр Полосович, вы сегодня видели, как мы вкусно покушали? Да, мы молодцы. Я думал, что где-то они сходили, взяли, достали мясо, и нет. Он говорит, смотрите, а я смотрю, собачья шкура так далеко скрыла. Говорит, это отец сварил суп, и такая вкуснятина была. Но уже после этого ничего не сделали, а на тот момент один из бизнесменов в Череповце дал нам информацию, что пришел контейнер, и мы говорит, не понимаем, там морская капуста, все такие, сиф-фуд. консервы, получается, были, да? Нет, это не то, что консервы, готовая морская продукция, вот водоросли эти всякие, а мы же на то время, 90-е годы, кто откуда что знал, как понимал. И я поделился, когда вот был помощником, Владимира Масеевича, встретил там корейца, такой активного, Даниэла, и я говорю, слушай, что делать? Вы водоросли едите? А он говорит, едем. И мы в машину, мы поехали в Волон, это 450 кремей, туда все, Петр, забирай, это все будет для нас, мы знаем, мы научим и вас, как это делать. И это было время, когда корей отзывала своих миссионеров из-за финансового недостатка. И бригада, их девять человек, те, которые были посланы большой церковью, девять этих постарей, своими семьями, они, когда получили эту капусту, для них была поддержка практически на несколько месяцев. Они были весьма богатыми. Вот так вы, как говорится, и познакомились, и приобрели новых друзей. Это миссионеров, корейцев, которые вы теперь через всю жизнь тоже несете. Что вас впечатляет в этих миссионерах и вообще в корейских христианах? Геннадий, во-первых, это молитвенная жизнь. Молитвенная дисциплина в них на высоком уровне. Мы можем себе позволить, я когда с ними повращался, я понял, что без молитвы далеко не уйдешь. Да, мы молились, мы совершали молитву, мы, естественно, все это делали, но молитвенная жизнь это номер один. Дисциплина христианская номер два. Если человек распоясан, там же и Господь говорит, припояшь чресла свои, я буду говорить с тобой. Если наши уста, наши чресла не припоясаны, Бог врат и станет с нами говорить. Да, может и служитель, может и это, и какой-то ранг имеешь, но не припоясавшись, Бог не всегда будет говорить. Поэтому мне очень понравилось и, дорогие друзья, когда у нас бывают поездки в Южную Корею, Геннадий, вы, наверное, знаете, я воспользуюсь этим. Я еще не ездил, но говорите, пожалуйста. Пожалуйста, стоит поехать. 130 тысяч членов церковь корейской, с которыми я познакомился, друзьями, и они бесплатно, только дорога за дорогу, за билетом. Купи только билет? Да, билет. А все остальное они проплачивают? Да, все они проплачивают, показывают, ты видишь, смотришь, нажидаешься, сокрушаешься, потому что тебя трогает, ты видишь смирение людей, народа. Не один раз мне приходилось даже, была ситуация в Вологде, мы сделали лимонизацию, в пятницу, в субботу ходили, приглашали и сказала, что будут уполномочены это зам губернатора, заместитель, первый заместитель губернатора, он был как ответственной параллельезным и сказала, женщина, и она сказала дойниковой фамилии, что я буду в это воскресенье у вас. Мы сделали лимонизацию специально под это, а слова нет, вот нет, Геннадий, надо воскресенье, я всегда же проводил эти лимонизационные служения, мы взяли в финнов палатку, там брали палатку и тысячаместные палаткой шли, для меня было как вот спичку взять и все, и пение, и то, и другое, но все был способ, сейчас я уже не смогу, наверное, что-то спеть, начать какой-то, но Бог весьма так благословил, и я понял, что я не справлюсь, я звоню этому Даниэлу, говорю, паста Даниэлу, вот восемь часов в двенадцать есть поезд, приедь, нету слова, нету, зная, что нужно слово, необходимо, нету, и он приехал, и он сказал хорошее слово, потому что это было лицо и доклад этого губернатора в область, что она увидела, что она услышала, я не должен был подставить церковь, потому что там много церквей православных, я не должен был евангельскую церковь подставить, то есть они вас тоже выручали, приходили на служение, и он сказал хорошее проповедь, что важно, Бог никогда не опаздывает, мне пришлось как бы заканчивать и что-то сказать, надо было же обозваться, и когда я обозвался, вот тогда только включился Дух Святой, я помню хорошо это место Луки, где Христос на кресте уже, и он сказал эти слова, что поддержка была как бы для учеников, для его детей, и они очень глубоко мне проникли, и когда это слово сказал в церковь, то я вижу моя Дойникова слезы коснулась, она наклонилась и вытирает, пришла накрашенная, буквально, наверное, минут семь я только говорил, но через минутки три-четыре церковь была уже на коленях, это говорил уже Дух Святой, я никогда такого до того не переживал, редко, когда уже и после того, но это настолько слилась и благодать, вижу, мой пастор Даниэл упал на колени, руки поднял, и вся церковь, это говорил просто Дух Святой, это была большая поддержка на потом, я извиняюсь. Спасибо огромное, вам спасибо за то, что вы делитесь, то есть корейские миссионеры вот даже духовный такой пример показали, который повлиял на вашу жизнь, нам надо спешить, время так неумолимо, и я хотел и за палатку расспросить, все-таки вы выпросили у финских миссионеров палатку, и вы ставили палатку в городах, то есть 10 городов в год, на несколько недель ставилась палатка, была эволюционная, но мы пропускаем, идем дальше, ваш переезд в Америку, Господь вам разрешил, вы были два года пастором в городе Рейдинг, и вы были пять лет пастором в городе Сан-Диего, и вы передали церковь другому пастору Сергею Ивановичу Пунка, получается, что как раз вы начинали эту церковь, вы передали, далее по семейным обстоятельствам вашей супруге нужно было помочь дочери в Сакраменто, а вы вернулись в Россию опять на миссию, вы возвращаетесь в Вифанию, в Вифании вас просят возглавить миссионерское служение, вам по всяким обстоятельствам восьмое отделение просят, вы стараетесь в восьмом отделении все сделать за ближайшее время, и тут происходит момент, что и с отделением, и с миссионерским отделом, но вас еще просят, потому что пришла иммиграция и стать, братский совет проголосовал, чтобы вы стали ответственным за иммигрантское служение, у нас не так много времени, но я хочу на этом иммигрантском служении остановиться, скажите, пожалуйста, на протяжении двух лет, я знаю, что вы тот пастор, у которого то сердце отца, каждый день могут быть звонки, где-то кто-то, люди на улице, где-то живут в машине, и вы, вы слышите эти звуки, вы едете к этим людям, вы слушаете, расскажите об этом служении, иммигрантское служение в церкви Вифании. Дорогие друзья сокровенчане, не только я и не только церковь Вифания и другие церкви подвязались в этом служении в помощи новоприбывшим иммигрантам, я весьма благодарен вам, вы участвовали, жертвовали, я знаю, по нашей церкви многие подходили и непосредственно. Дорогой братец, я тебя очень люблю, Геннадий, я уважаю твою способность, твою смыкалку, но когда я бегал по России, по грязи, в мороз, выискивал души, то Бог сюда их просто присылал. Не только верующие люди приехали, бежали с Украины, но многие неверующие тоже из Украины, из России приехали, не надо далеко бежать. То есть там, в России, вам надо было оплатить большую цену, чтобы найти этих людей. Здесь, в Америке, они к нам прямо сделали объявление в интернете и полный зал, 200 человек иммигрантов пришли. Совершенно верно, и ты благовестный, мы просто не справлялись, мы обращались к нашим служителям, и я благодарен за отзывчивость вашу, что вы наклонили ваше сердце и ваш слух, и это было хорошо. Это как общая такая сжатва. Долго она продлится, да, я слышал уже там, и Мексика закрывает границы, но на сегодня мы имеем это прекрасное время свидетельствовать. Естественно, ни семья не спит, когда ночью звонок, а звонок от чего? Приехал, человек пересек границу. Куда ему деваться? Кто-то на машине пересек, и в машине холод. Есть ли можно хоть какое-то одеяло? Невозможно, холодно, невозможно. Да, я ночью собрал, где-то одеяло взял, жене, какое можно взять, она показала, я повез, повез одеяло, повез подушку, где-то что-то. Где-то на остановке люди живут, позвонили вам, что заберите нас с остановки, возле Велфора люди живут. В аэропорту немало, там хоть тепло, в аэропорту, да, оттуда забирал, и свозил, потому что люди искали какой-то возможности выжить. Мы тоже когда-то приехали, и многие, я встречал таких людей, нам никто не помогал, но неправда, нам Бог помогал. Бог помогал, конечно. На нашей стороне был Господь. Да, нам трудно было, нам было не в многоту, где-то какие-то обстоятельства, но Бог помогал, и нам, помог через нас, и им. И я благодарен тебе, что ты вспомнил эти моменты, но мне приятно, если люди уделяют внимание для наших земляков. Может, это и с России. Они бегут от того, что не хотят идти убивать наших братьев. Они от этого бегут. Они идут сюда. Некоторые, может, с другими целями, но много тех людей, которые спасаются. Трое деток, четверо деток, одна семья, девять детей, я знаю, ну, одна двенадцать детей. Ну, это верующие. Но люди нуждаются в помощи. Петр Павел Васильевич, кроме духовной работы, вы еще успеваете в пять утра проснуться, поехать где-то за несколько часов, привезти несколько палетов с продуктами и так дальше, и в одиннадцать ночи вернуться к вашему любимому жене. Расскажите о команде великого поручения, этого служения. Что это за люди? Это, может быть, те люди, которых, ну, это что-то новое. Вы не знали даже, что они такие способные. А об этих людях расскажите, пожалуйста. Геннадий, ну, во-первых, я благодарен тебе, что ты отозвался. Ну, я ведущий, мне это легко говорить. А как хорошо, когда ведущий все видит. Ага. И в нужный момент, трудиться непосредственно, потому что это и раздать продукты, и одежду, и где-то приютить. Раньше, вот год назад, наш администратор, брат Виктор Евченко, взял на себя ответственность, привез домики, и надо было расселить, и все за этим наблюдать, смотреть. И для людей было приятно, что есть место, угол, где человек может приютиться. То есть, Вифания дружно отозвалась. Это молодцы. Мы внутренне говорили об этом, как говорится, показывали наши недостатки. Мы не успевали. И я на сегодняшний день во многом себя вину, смотря два года назад, когда это служение началось, можно было бы активней. Но здоровье и все не всегда позволяло. Петр Иванович, вот вам вот как раз не надо ни в чем себя винить, потому что, знаете, друзья, мы вспоминаем великое пробуждение, 90-е годы, когда тысячами люди приходили к нам на территории церкви, на служение, и мы как-то не были научены. Мы даже не знали, как сделать, чтобы они остались. Да, мы проповедовали, мы молились за них. А вот сейчас интересное время, что так же самое, люди просто поставили объявление в интернете, люди, иммигранты, заполняют эти служения. Вам нечего обвинить, потому что вы собрали команду. Это более 40 волонтеров, которые без зарплаты, которые наши повара в обед приходят, и до вечера, до 10 вечера они на кухне. Нужно приготовить, нужно кормить же шикарно. У нас вторые блюда, у нас настоящая, хорошая, вкусная еда. Плюс ко всему, делается программа, привлекаются музыканты, талантливые люди с нашей церкви, спикеры, это проповедники. Дальше есть команда, которая развозит, привозит. Потом есть группа в Вайбере, ведут переписку, общаются. Вот вам не надо это говорить, потому что вы сделали все, что вы могли по силам вашим. И может быть, знаете, по-человечески всегда хочется максимальный результат, а у нас может быть какой-то средний результат. Но это все равно мы-то старались, а уже результат не всегда от нас зависит. Поэтому я искренне вас благодарю, потому что на протяжении двух лет, да, с перерывами, на протяжении двух лет я в этом служении, но и так же много способных людей открылось. Никогда не думал, что этот человек имеет такой талант, душепопечительство. Оказывается, он там встречает людей, оказывается, он там с ними беседует. И потом, когда мы спрашиваем у мигрантов, расскажите, кто вас первый встретил, кто с вами заговорил, они такие свидетельства рассказывают. За таких людей, которых мы никогда не думали, что вау, какие они ценные сотрудники в команде, в этом служении. Я хочу сказать, вы сделали максимально все, что вы, ну, у вас была возможность. Поэтому, Петр Павлович, от всей команды спасибо за внимание, которое вы уделили. И я думаю, что только в небе мы узнаем результат. Но даже если эти люди, может быть, выбирали другие церкви, потому что в Сакраманте есть что выбирать. Наше сердце радуется, что они все-таки увидели, знаете, первое все запоминается. Кто вас на машине учил, на Пойтман повез, в Велфор, в Сошел Секьюрити. А это же наши волонтеры много делали. Даже если они пошли в другую церковь, даже если они, но они будут помнить, что именно в Вифании им оказали эту помощь. Недавно мне пришлось, ну, Новый год прошел, думаю, дай я пересмотрю, что там это. Ну, брал, у нас есть регистрационный отдел. Регистрация происходила для того, чтобы видеть нужду человека. Не для того, чтобы там зафиксировать, количество показать. Нет. Наш интерес был в том, чтобы не упустить человека. То есть человек приходит, его регистрируют фамилию, имя, у меня такая нужда, я особо это приехал. В чем, что? Необходимость в одежде, или в продуктах, или в автотранспорте, в передвижении все, потому что человек должен как-то и свои духовные требы чем-то добраться до церкви. Вот как мы в данной ситуации здесь находимся, а за нами там брат Федор, он все смотрит, наблюдает, и он один на все эти аппараты дает свою реакцию. То есть есть невидимые люди, которых мы не видим, но они в этом служении. Они задействованы, они работают, и как хочется благодарить Бога, потому что Бог дает милость свою использовать такого раба, как Петр, и что-то принести полезное. То я благодарен этим людям и этой команде, которая у нас сложилась так. Они очень активны. Я смотрю, брат Игорь Загорникова, бессмиссменный. И вот многие такие отзывы, так бессмиссменный только свои. А этот вспевает и на бизнес, успевает и в эту команду, и успевает еще помимо с бизнеса забрать время и привезти продукты. Он успевает. Пусть Бог благословит таких бессмиссменов. И я благодарен вам, дорогие сестры, братья, что вы так активно и отзывчиво за это все платит Господь. И пусть это благословение посеется на вашей семье и на вас. Петр Павлович, мне приятно. Знаете, когда я с вами общался, и вообще по жизни знаю, вы во всех служениях, где вы были, вы всегда готовили достойную замену. Что это было, что в Киеве, что в России, что в Рейдинге, что в Сан-Диего. Это милость Божья. Что в Мифане. В 8 отделении вы тоже передали хорошему пастору. В миссионерском отделе вы тоже уступили с другим людям. А сейчас в служении, в иммигрантском служении помоги ближнему вы приготовили Игоря Загоренко. Да. Служитель, пастор, который справляется. Я это с первого дня сказал. С первого дня. Вот уже сегодня третий год пошел этому служению. Но я с первого дня сказал, что на свое место, вот брат Игорь, я тоже не смотрел, как бы лицеприятно. Я наблюдал, кто более активно, переживательно относится к этому. И поэтому оно уже видело расставить людей. Вот посмотрите, ты правильно сказал, за кухню. Это же большая команда. И не все могут справиться. Но вот у сестры Наташи Арабача, она так активно и вкусно. Не найдешь ресторана такого в Сакраменто. Нету. Как вкусно готовит она. И как она с людьми хорошо обращается. Ее команда с удовольствием приходит делать эту работу. Совершенно верно. Я вчера был на этом служении, и они тоже мне показали. Говорят, Ген, вот когда вы будете мясо привозить, а нужно иногда им привезти, вот это морозилочка, вот это все. Я посмотрел, говорю, слушайте, сколько тут есть той работы, которой мы не видим. Это мясо еще привезти надо. Оно в морозилке должно быть. Его надо там за сутки разморозить. Петр Павлович, спасибо огромное. От лица, наверное, тех иммигрантов, которые сейчас не могут вам это сказать, но в жизни и у Господа все это учтено. Могу задать еще пару вопросов? В чем смысл жизни для вас? Сделать приятное для кого-то. То есть, так как Господь сказал, а так вы хотите, чтобы вот... Люди поступали с вами, так вы поступаете с людьми. Это слова Христа. То есть, вы имеете сердце служителя служить людям. То есть, в чем их нужда есть? Вот я даже вначале вспомнил этот пример, потому что вы когда-то послужили мне. И я, честно скажу, когда вы меня пригласили быть ведущим, я просто не смог отказать. Слушайте, человек мне... Я не буду перечислять, вы обидитесь, вы много мне помогли, но обидитесь вы не... Ну, не привыкшие, чтобы вам говорили. Но служить людям в этом смысл жизни для вас? Я думаю, что мой отец, моя мать, мой дедушка, они посеяли это. Слово Божие и жизнь, которая сложилась у меня, через которую Бог вел, и Божье учение, повеление, оно запало глубоко в сердце. И я это стараюсь как его раб сделать, воспроизвести. Но сколько мы получаем славу здесь, слушая наши уши, да, от кого-то, то мы теряем от Бога. Поэтому... Это откуда вы такое приняли учение? Пожалуйста, Геннадий, меньшее слово обо мне, больше о Боге. Это... Согласен. Это он делает. И он являет милость, только Бог. Я недавно... Вот у нас большая трудность помоги ближним, да, в обслуживании. Не всегда успеваем охватить людей, побеседовать что-то. Не хватает, просто не хватает. И, дорогие друзья, если кто-то... Даже с других церквей, может, вы никуда не ходите, приходите в церковь Вифанию, по вторникам, на 7 часов вечера. Вы почувствуете себя в работе, в труде, в благовествии. Это легко сказать, тебя Бог любит. Но это сильные слова, важные слова, и они могут сделать свою работу. И это важно, чтобы мы могли поддерживать других. Спасибо. Петр Павлович, вспомните, пожалуйста, о примерах или поступках из жизни ваших родителей, которые вы запомнили на всю свою жизнь. Много. Много было таких обстоятельств, моментов. Я в своем отце увидел, он любил петь. Но для того, чтобы петь и хорошо петь, их собралось, кажется, три брата. Олег Мурзуар, Дмитрий Фейцер и он третий. Приблизительно около 40 километров они ездили вечером, а ночью возвращались велосипедами для того, чтобы там несколько часов поучиться. Такие рейгинские курсы были, как правильно петь. И вот это ревность в служении, потому что надо было петь кому-то на похоронах. Не было хоров. Самоучки все, но они были как ведущие, голоса хорошие. И вот этой ревности я позавидовал. Мать у меня добродетельный человек, она всегда делала добро для кого-то. Это мне тоже запало. Это мне осталось. Они для меня были как родители, как учителя. Спасибо вам огромное. Петр Павлович, если вы хотите оставить пожелания, пожалуйста, для тех людей, которые нас смотрят, у которых будет возможность служить, и чтобы они эту возможность не упустили, пожелайте. Как иметь сердце отца? Как слышать чужой плач, чужое горе? Как быть таким человеком, который замечает это? Пожелайте нам в комментариях. Это очень трудно, если не имеешь Господа в своем сердце, иметь сострадание. Но, дорогие друзья, я верю и знаю, так Библия говорит, что через добродетель когда-то сказал Бог царю, милостями твоими искупи грех свой. Это Ветхий Завет. Но добродетель в Новом Завете имеет силу, власть на жизнь человека. Пусть Бог благословит вас быть отзывчивым, быть приятным благоуханием для окружающих. Многие, Геннадий, бросают слова направо-налево, не думая о них. Но когда мы ходим перед Богом, и хотим что-то доброе сделать, Бог это все видит и пишется памятная книга. Спасибо огромное. Уважаемые друзья, сегодня я имел честь иметь эфир. Петр Павлович Назарчук, один из служителей церкви Ифании, пастор и также епископ. Более 20 лет его семья были миссионерами в России, сегодня они в Сакраменто. Церкви Ифании участвуют во многих служениях. Одно из них, это последнее, о котором мы говорим, эмигрантское служение «Помоги ближнему». Спасибо, что вы слушали этот эфир, смотрели, были с нами. Благослови вас. Сакраменто. Сакраменто.